Утром мы как обычно отправились на пляж. По случаю Олимпиады местные дизайнеры представили здесь свои работы из дерева, чтобы в конце соревнований все их одновременно зажечь. Но так как береговая линия нескончаемая практически, пляж здесь многокилометровый, можете себе представить какое ожидается зрелище невероятное. Обратите внимание на цвет воды в море, а по-любому Таиланды все отдыхают. Вообще, что хочу сказать, все любители пляжного отдыха, корейской культуры, а таких много я знаю, высокого уровня сервиса, в отличие от Таиланда, Филиппины, всего такого, могу посоветовать приезжать всем в Корею летом на море. Лично мне после корейского летнего отдыха больше никакой не вставляет абсолютно. Здесь круто, здесь круто, весело, очень комфортно, очень прекрасные пляжи, прекрасное море. Приезжайте, тем более, что виза не нужна ни россиянам, ни казахстанцам. Миним. Вцелом. А вы хотите чувствовать? ПОСТАЛЬНЫЙ ПОСТАЛЬБЕНК? ПЕСМИЯ. ПОСТАЛЬБЕНК? ПОСТАЛЬБЕНК. А она чувствует? ПОСТАЛЬБЕНК. Это озеро, а там море сразу. Видите, на велосипедах люди катаются, завешены их целлофаном, полиэтиленом, чтобы не замерзнуть, так как ветер на улице. Бегают. Очень много есть чем заняться здесь. Мимо нас проезжает корейская Тесла. Это электромобиль Хёнде. Скоро такие автомобили заменят все остальные. Привет, дружки! Дружки стоят везде. Горные речки вот так замерзли в Корее. Несвойственная для Кореи погода. Хотя нет, в это время года здесь всегда холодно. Прикольно, да, смотрится вообще? Овечки. Этот регион славится, в общем, овечками и ветряными мельницами. В Корее проезжая по автобану всегда видно, какой регион чем славится. Наглядно все показано. Всегда приехали в какой-то деревенский ресторанчик. В горах здесь собачки. В традиционном стиле корейские домики. Не поехали мы на спортивные объекты. Там пробки сплошные. Сейчас, может, поедем. Детям не очень интересно смотреть на спортивные мероприятия. Но им очень интересно покататься с горки снежной. Так что мы сейчас, наверное, поедим и поедем на снежную горку кататься. Да, Соня, скажи всем привет. Всем привет. Меня зовут София. Меня зовут София. А мы-то и забыли, как тебя зовут уже. Вот такие милые пушистые тапочки с пум-помчиками. И, как всегда, рис с чертополохом. Самое знаменитое блюдо в корейских горах. Вкусно тень. Вот дурин, да. Мы только вышли из ресторана, в котором мы сейчас ели рис с чертополохом. И здесь такое вообще творится. Мне кажется, сейчас в этих краях везде, куда не пойти, везде что-нибудь творится эдакое. В общем, девчонки сказали, что они не пойдут на горку, а будут кататься вот на таких вот саночках. Это традиционный корейский вид катания на льду. На таких вот саночках. Еще мой муж, когда маленький был, катался. И все его дедушки, бабушки, прабабушки вот таким образом катались. Поэтому это очень-очень интересно. Такой национальный колорит. Сейчас здесь довольно тепло. Я думаю, не провалится ли этот лед. Какая-то. 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 Поехали. Какая-то. Давай, София. Ну что ты? Ты не там толкаешься назад отталкиваться. Анджина улица. У меня муж вспомнил детство. Смотрите, какая у меня кола. Кра! Ну что это? Да, все ещё. Я, не знаю. Дорывайся? Я. Не знаю. Я-ху. Давай. Легче. Пошли! Мы победили! Мы победили! Я победила! Они обиделись! Пытаются развернуться, чтобы нас обыгнать, но нифига, куда нас обгонишь? Мы же олимпийские чемпионы! Корейский шортрек! Ух, шатры! Аньо! Ты к маме урода, Анжелина урода! Ура, ура, ура! А папа вырки чарай! Мы мочи киска, дико! Всё, это протест! Аньо, подожди! Подожди! Нужно! Что это? Что это? Что это? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вау, вот такие здесь природные ледяные глыбы И обратите внимание, здесь уже водичка начинается Офигеть! Но здесь не глубоко, поэтому не страшно А так все вот тает, потому что уже весна-весна у нас тут Тоже так нас катали на саночках Ностальджи, прям ностальджи такая Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok